СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. 16 плюс. Рекламно-информационная программа. Культ Поход. Добрый день, в эфире Культ Поход. Сразу же напоминаю номер нашего студийного телефона 211-101. Пригодится он вам. Мы скоро начнем задавать вам вопросы. Вы будете на них отвечать и будете выигрывать самые замечательные призы Николая Голиков. И Владимир Сметанин. И наших призов мы чуть попозже. Да, конечно. И наши гости с удовольствием ее представляем. Татьяна Мазур, директор Вятского художественного музея имени Васнецовых. Татьяна Сергеевна, добрый день. Добрый день всем. Романтичный у нас сегодня будет Культ Поход. Я чувствую, что мы все-таки находимся и у меня романтичное настроение. Я снова в компании двух прекрасных мужчин. А мы находимся в компании прекрасных женщин. Ну что, господи. Все, дни романтики у нас начались. Романтика у нас. Романтическая студия, да. Дни романтики у нас проходят с 23-го числа по 27-е. Да, по 27-е. Ну официально по 26-е. Ну вообще, честно говоря, грустно, когда вот дни романтики с 23-го по 27-е. Ну как-то грустновато. А дальше хоть трава не растет. А дальше все. Суровая и правда жизни никакой романтики. Каждый романтику может для себя сделать во все времена, все дни, года. Так что все зависит от людей. Может быть, объявить целый год романтики. Год романтики. Ну хотя бы для разминки, да? У кого силенок хватит. И Вятский художественный музей непосредственно на участие в Днях романтики принимает. И у вас, наши слушатели, еще есть прекрасная возможность к этим мероприятиям присоединиться. И сегодня, и завтра, и послезавтра. И вот, Татьяна Сергеевна, сегодня ваша задача, собственно, рассказать о конкретных этих событиях. Куда идти? Итак, давайте. Давайте вот так. Во-первых, я озвучу сразу свои пригласительные. Мы действительно приглашаем у меня... Которые мы сегодня разыграем. Разыграем, да? Два пригласительных на каждые, на две персоны. Именно на дни, они у нас называются очень красиво, кино-романтики, в выставочном зале. Я хочу, прежде всего, конечно, наверное, пригласить на них совершенно замечательную атмосферу. Создали ребята на этой площадке. Мало того, что они обозначили, вот вчера был день музыкального кино, завтра немого, а 26-го фантазийное. То есть разделили. Послезавтра ведь, 27-го, воскресенье. Нет, подождите. Вы ведь правильно обозначили дни романтики, к сожалению, обозначились по 26-й. А 27-й августа традиционно празднуется день российского кино. И поэтому 27-й как бы так плавно завершает дни кино-романтики. Потому что кино-романтика бывает замечательно романтична. Вот вчера нам было приятно... А что еще может быть романтичнее, чем кино? Вспомните наши юношеские годы. Ну куда мы ходили? Вчера так было приятно видеть пары на музыкальном. Потому что там показывали американские мюзиклы 30-х-40-х годов. А вот сегодня у вас есть возможность выиграть билеты и просто прийти на немое кино с великим немым встретиться. Есть программа. Там обозначены фильмы «Малыш», «Огни большого города». И будет предложено в 17.30, кто придет, как говорится, выбрать фильм. Там будут предложены несколько фильмов, которые можно будет именно заказать. Причем, что интересно, я вчера сама... Так, подождите, давайте заострим. 17.30, сегодня мраморно... Нет, нет, неправильно. Неправильно, все. Все, заостряем, заостряем. Я сейчас рассказываю еще раз про выставочный зал на Карла Липнихта, 71. Их программа начинается в 14.30. Показан фильм «Малыш». То есть весь день сегодня будет посвящен именно Чарли Чаплину. Неподражаемому Чарли Чаплину. Поэтому и вопросы у меня заготовлены, кстати, о нем. А завтра день объявлен там же, на этой площадке, фантазийным. Это уникальные, опять же, фантасты из нашего начала 20 века. Жорж Мельез, Роберт Вине. И можно будет посмотреть такие фильмы, как «Путешествие на Луну» и «Кабинет доктора Келлигари». Друг за другом, да? Да, да, да. То есть вы можете выбрать, прийти. Там на программе у нас все указано, то есть на выбор. И в 18 часов, чтобы продлить это романтическое настроение, будет концерт «Ту оф джаз». Работает на протяжении всего. Там такая, знаете, приятная атмосфера, что можно даже где-то отвлечься от кино. Там есть фотозона, там есть костюмы. Можно сфотографироваться в интерьерах. Очень интересно, я вчера тоже не удержался и поддержала впервые. А интерьеры тоже вот в стилистике тех лет, когда кино снималось? Да, да, да. То есть фантазийные, например, там одни костюмы. Там джаз, вот я говорю, вчера, честно говоря, в первый раз в жизни, похоже, поддержала саксофон. И поняла, что это все непросто. Еще как непросто. Мало того, что хорошим бонусом для всех этих дней является, что если вы приходите на этот день в выставочный зал, помимо кино, вы еще посещаете выставку «Мир фэнтези». Совсем, вот всех приглашаю посмотреть просто чудо-игрушки из таких материалов сделанные. И это действительно все современные темы. И если вы, есть там бонусы очень приятные. Если вы два дня выберете, то билет будет стоить еще дешевле. Ну, Татьяна Сергеевна, в конце концов, мы можем еще и разыграть билет на «Мир фэнтези». Да, да, да. У нас они тоже есть. А у вас и фэнтези есть? Конечно. А у меня круче. У меня и фэнтези, и день киноромантики. Угу. Так. И что еще хотелось сказать? 27-го, вот именно мы приглашаем в мраморном зале посетить, ну, мы ее, конечно, назвали «Ночь кино», поскольку с 18.30 до 22 часов, в лекционном зале мраморного здания, в такой, знаете, хорошей камерной обстановке, музей закрыт, но кофе обещано нашими коллегами, кофе и книги, вы сможете окунуться в мир авангарда. То есть мы покажем уникальный фильм русского музея, этого вы больше, наверное, нигде не увидите, «Русский авангард. Роман с революцией». Вот на сегодняшний день, когда иногда спрашивают, что наиболее там востребовано, вот, знаете, чаще всего именно работы авангардной, которые у нас достаточно серьезная коллекция, пусть небольшая, но очень престижная, я бы так сказала, она у нас, в общем-то, из Москвы, из поездок не выбирается. Поэтому, я думаю, будет очень посмотреть, тем более это же все-таки то самое искусство, которое возникало сто лет назад, именно как бы в революционном взрыве, что ли, да, то есть как поменялся мир, как кардинально поменялся мир. Я думаю, что появление авангарда наиболее яркое, наверное, отражение слома и эпох, и времен, и стилей. В общем, очень интересный фильм, приглашаю от всего сердца. И если вдруг вы хотите все-таки днем еще 27-го побывать, там делается специальная экскурсия, которая ознакомит вас с творчеством Виктора и Аполлинария Васнецовых, лекция называется «В объективе Васнецовы». Там тоже будет показан фильм, который, кстати, Русский музей делал специально для нас, именно по теме наших замечательных земляков. Фильм называется «Я только Русью жил». Поэтому днем можно посмотреть в «В объективе Васнецовы» такая программа. Во сколько ночам лет? В 13 часов в «В объективе Васнецовых», а в 18.30, опять же, романтический, вечер, ночь в кино, встреча с авангардом. Вообще классно, конечно, насчет авангарда. Это очень интересно, мне кажется. Я думаю, что вот так, как снимает Русский музей, вот это погружение, я сама на себе почувствовала, когда мы оказались на выставке Василия Кандинского. До сих пор, честно говоря, мурашки по коже от куратора, который нас вел, который, ну будем так говорить, не все, например, говорят, что понимают авангард. И если бы вы увидели работы Василия Кандинского раннего, вы бы в жизни не поверили, что вот такой классический, итальянский, портовый пейзаж, вот это Кандинский. И, конечно, было приятно, что в числе тех, кто, в общем-то, вас знаком воспитывался, в том числе и Аполлинарий Васнецов, и стартовала, собственно говоря, эта выставка именно с работы Аполлинария Михайловича и Рериха. Собственно говоря, эти два имени очень мощно на Кандинского повлияли. И вот, проходя по залам, рассказывая, как в том числе и под влиянием времени, ситуации меняется мировоззрение художника. Ведь если посмотреть на его работы, особенно написанные в 1917 году, казалось бы, как многие говорят, ну это же хаос, да, и он где-то называют там ментморфозом, и хаос там, но какой цвет, все равно цвет жизнеутверждающий, радостный. И когда это все было сказано уничтожить, как дегенеративное искусство, ну вот вы знаете... Дегенеративное. Да, 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 вот. С вами всегда волнуешься. Да перестаньте. Вот. Поражаешься тому, что... Очень жаль, что именно вот этот цвет, цвет уходил, и приходилось, ну как бы приходили такие более все правильные, Ну согласитесь, это тоже, у нас же дни романтики, да? А ведь романтика революции, помните это выражение? Это революционная романтика, это тоже своеобразная, но романтика. Романтика, согласна. Поэтому недаром он и называется, кстати, роман с революцией фильм. Поэтому я всех приглашаю, думаю, вот очень интересно. Тем более, может быть, как раз он поможет кому-то и понять, вот что нет там хаоса, там есть смыслы, и очень важные смыслы, и, ну, недаром сегодня весь мир, действительно авангард на самом гребне популярности, поэтому приглашаем. Именно русский авангард начала века. Да, да, да. Именно он, именно он, да. Что-то еще есть в рамках запланированных, в рамках дней романтики? Или вот это то, что уже, собственно, осталось? Ну, будем так говорить, немножко обидно, потому что у нас вчера и на большой площадке были мероприятия, мы немножко опоздали, была замечательная лекция Грину, посвященная, хорошая выставка. Тем более, вчера-то точно получали бонус люди, приходя, видели работы с Востнецовского пленэра, причем бесплатно, в том формате, в котором была выставка представлена. О нем мы чуть позже, о пленэре я имею в виду, чуть позже поговорим. В таком формате выставку, конечно, мало кто видел, тем более, там можно было сразу с работой лауреата будущего, который в декабре получит премию, познакомится. Так что вчера было очень интересно в музее. К сожалению. Ну, спасибо вам, вы, кстати, нас оперативно в новостях рассказали о наших днях, поэтому надеюсь, что сегодня более подробный рассказ кого-то заинтересует. Кстати, я бы хотела сказать, что я от всей души приглашаю в так называемую бесплатную зону показа кино. Она сделана у нас, знаете, вот, наверное, когда делали... Да, то есть зоны две, платные и бесплатные. Да, да, там, где с фэнтези и вот такое кино немое, да, это одна зона, а есть еще одна зона бесплатная, и когда ее делали, мы, наверное, прежде всего думали о том, что романтика должна присутствовать не только вот в том, в юном возрасте, но и романтичные бывают отношения и в так называемом серебряном, зрелом возрасте. Поэтому с двух часов в так называемой у нас образовательной зоне бесплатный показ советских фильмов в 30-х, 40-х годах для наших любимых мам, бабушек, дедушек, это и весна, веселые ребята, подкидыш, сердца четырех близнецы. Подкидыш, супер. Там тоже можно сфотографироваться, фотозона есть, да, и там такой ящик, интересно установлен, называется ящик с романтическими цитатами. Так что приглашаем. А, нет, Татьяна Сергеевна, а вот смотрите, в выставочный зал. Там же сейчас такие отдельные входы уже, да? Карла, Липнек, это 79, рядом с театральной площадью. Вопрос такой, вот там, где для бабушек, дедушек, для серебряного, там что, тоже ограничения по возрасту, да? Да, по числу. А, подождите, сегодня в 2 часа или завтра? Да, да, сегодня. Сегодня уже. Сегодня уже в 2 часа. Буквально через полтора часа. То есть не только для бабушек, да? А теперь самое главное, что в эти дни и сегодня, и завтра выставочный зал продлевает время работы, это до 7 часов. Поэтому приглашаем, приходите. Они, видимо, все-таки крутят в режиме нон-стопа, так что можно выбрать примерно по программе, как удобно. Но вы знаете, я вам честно скажу, что я вчера «Большой вальс» начала смотреть, ну, будем говорить, не с самого начала, но я под таким серьезным впечатлением пришла. Я его видела все время какими-то цитатами, музыкальными номерами. И никогда не видела, вот честно, целиком никогда не удавалось посмотреть. Так была заинтригована, что полезла, покопалась, и что было поразительно, да. Это был, кстати, любимый фильм нашего вождя Сталина. Иосифа Виссариевна. Иосифа Виссариевна. Пожалуй, даже, знаете, не этот факт меня поразил. В общем-то, он любил кино, все знали о закрытых этих показах. Оказывается, тот самый знаменитый июльский марш 44-го, когда проходил, ну, так, парад, так называемый, военнопленных немцев, он носил кодовое название «Операция Большой вальс». Именно вот в честь вот этого замечательного интересного фильма. Да, интересные фильмы, поэтому вот так вот приходишь, получаешь максимум удовольствия, видишь, когда мы уходили, уже подходили другие пары, причем молодые, красивые, это было так приятно. Так что, дни романтики, ждем вас у нас в музее. Небольшую сейчас паузу сделаем, скоро начнем задавать вам вопрос. Слушатели 211-101, первый вопрос у нас Татьяна Сергеевна будет задавать, но перед этим мы еще успеем в список призов, а заводчик. Обязательно. Очень небольшой перерыв. Культ поход. Татьяна Мазур, директор Вятского художественного музея имени Воснецовых, у нас в гостях культ походе. Татьяна Сергеевна, можете перетокнуть немножко, водички тут попить. А я собралась задавать вопрос. А мы сейчас нажмем на кнопочку, и вы зададите. Поставить в известность должны наших слушателей, что же сегодня мы разыгрываем. Итак, Татьяна Сергеевна уже озвучила. У нас пригласительные, да? Два пригласительных на две персоны, на Дни киноромантики и также еще Мир фэнтези, да? Да, есть еще Мир фэнтези. То есть и Мир фэнтези вместе, и День киноромантики. Мои приглашения именно на кино и на Мир фэнтези. Мир фэнтези. Хорошо, Николай, продолжаем. Книжки. Книжки театра на Спаске. А, театра на Спаске, да. Он билет выиграл. Пока у них, к сожалению, со сменой, в связи с труппой, большой сменой, пока еще. Кто выиграет, тот пойдет пожить в Спаске на недельку. Да, так как там все всегда весело и нормально, я думаю, любой спектакль, который будет предложен, будет прекрасным. А книжки-то у нас сегодня какие-то замечательные в очередной раз. Книжки просто изумительные. «Москва. Место встречи». Я просто полистал эту книжку перед тем, как садиться в студию. Честно говоря, ну, господи. От кого-то, я слышала, отрывали прямо за слезами. Да, прямо, ну, да. Да, я, честно говоря, тоже мне будет... Ну, хотя все равно приятно человеку, если он ее выиграет. Отличная книга, душевная, исповедательная книга рассказов современных писателей. Еще детство прошло в Москве. 16+. Да, Мари Гринде, именно голая, правда. Это беспощадная и умная книжка, которая раскрывает механизмы, которые управляют обществом потребления. Много неизбитых и редких примеров, любопытных и неожиданных умозаключений. 12+. Да, эти и другие книги вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская, улица 65. Это торговый центр театра и Ленина 103, торговый центр Крым. Дальше у нас есть пригласительный на две персоны в галерею прогресса на Горького 5. Это выставка Дениса Ермака «Как надо». Она также еще называется «Кайп Рейке». «Кайп Рейке». Да, он как-то так вот говорил. 6+. Да, 6+. Далее концерты у нас. Да, концерты пригласительные в Гауди. Сегодня в 8 часов группа «Эль Танго». Это лучшие песни из репертуара. И они еще заодно там попоют и расскажут о больших планах на осень. Грибы пойдут собирать. Да, наверное, да. А завтра также в 8 часов Богдан Кияшко, один из тех музыкантов, которые влюбляют в себя зрителя с первого концерта. Вот видите, кругом романтики. Да, независимо от того, поет он джаз, еврейский шансон или песни Вертинского. Оба концерта ограничения 12+. Выставочный зал Вятского художественного музея. Еще раз вспоминаем о нем. Карла Липк, Нехтай 79. Да, это на выставку «Мир фэнтези». Пригласительный билет на две персоны. То есть у нас как бы есть в более сложном варианте «Мир фэнтези». Есть просто вот как отдельный пригласительный билет. И еще есть возможность у вас попасть в ботанический сад. Причем обновленный. Не так давно он открылся. Зайдете, посмотрите, полюбуетесь. Да, если те, кто еще не видел. И, кстати, у меня еще лежат приглашения на две персоны на выставку. Нереальная реальность. Это вообще круто. Нереальная реальность. Понимаете, да. У нас даже в списке нет, а лежит приглашение. А вы всегда рады, когда вы разыгрываете, и люди приходят на улицу. И тем не менее, я думаю, тем более реальность нереальная. Поэтому ничего удивительного, что в списке ее нет. Один из предыдущих культпоходов у нас этой выставке был посвящен. В двух словах. Мир оптических иллюзий, когда попадая в такую непривычную атмосферу. Вчера. Это вообще-то заявленная выставка, безусловно, ну, прежде всего, конечно, для детей. Но я вчера была потрясена, как две такие, опять же скажу, серебряного возраста дамы фотографировались в этом проект, когда это в перспективе. И тоже это было столько счастья в глазах такого детского ребятица, поэтому мы приглашаем на эту выставку не только взрослых, ой, не только детей, но и взрослых, потому что они чувствуют там себя снова такими молодыми. И площадка чудесная. Не задерживайте, Татьяна Сергеевна. Вопрос. Вопрос с вас. 211-101, напоминаю. Мне сказали, поскольку трудные вопросы будут задавать мужчины, постараться задать легкие. И я воспользуюсь тем, что как раз мы говорим о днях все-таки киноромантики, и сегодня наш день будет посвящен именно великому немому, то мои вопросы посвящены Чарли Чаплину. Как вы знаете, он родился 16 апреля 1889 года. И вот вопрос. А где родился замечательный американский актер? Чарльз Спенсер Чаплин. Родился ли он в Дублине? Родился ли он в Нью-Йорке? Или родился он в Лондоне? Три варианта. Три варианта. Я упрощаю, хотя я уверена, что первый же дозвонившийся назовет правильно. 211-101 ждет ваших звонков. У вас будет прекрасная возможность оказаться первым и выбрать тот билет. Буду молчать. Я просто недавно пересмотрел фильм Этен Боро про Чаплину. А передо мной страничка энциклопедия открыта. Хитрые, хитрые. Чарли Чаплина. Я уже знаю правильный ответ. И не ты один. Потому что уже человек звонит. Здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Вадим. Вадим. Слушаем ваш ответ. Ну, Чарльз Чаплин родился в Лондоне, в Великобритании. Лондон из The Capital of Green. Ну что, какой приз вы выбираете, Вадим? А вот вы заинтересовали меня книжкой про Москву. Москва, место встречи. Мы планировали эту книжку разыграть на самый сложный вопрос. Ну что ж, правила игры мы отменять не можем. Поэтому, да, изумительная совершенно книга. Очень достойная издание. Очень красивая, изданная, по содержанию просто увлекательнейшая. Она ваша, Вадим? Не кладите трубочку, вам объяснят, как ваш приз получить. Ну и Вадим все равно приходите к нам в гости на киднике, на романтике. И не только. Договорились? Да все уже, по-моему, он уже вовсе говорит с нашим... Он уже книжку, уже побежал по выке. Я так полагаю, следующий вопрос музыкального характера. Следующий музыкальный у меня. И тоже, кстати, как ни странно, романтический. Дело в том, что у нас вчера отпраздновался юбилей. Один такой известный рок-музыкант, его зовут Кен Хэнсли. Он известен тем, что он очень долгое время был лидером группы Юрайя Хипп, очень популярной, особенно в странах, так сказать, восточного блока. И вчера у него исполнилось ему 72 года, он его отпраздновал. И есть такая песенка в репертуаре Юрайя Хипп, которая вот, сейчас прозвучит ее фрагмент, но она стала интересна тем, что она не просто песня, которую очень все любили, она очень длинная, под нее было танцевать, а в одной из стран она вообще стала таким неофициальным гимном. Представляете? Каждый день 1 июля люди из разных колоков этой страны едут. Каждый год 1 июля. Каждый год 1 июля люди из разных колоков этой страны едут на побережье Черного моря и под восход, под восход, July morning, июльское утро, поют эту песню огромным хором многотысячным. Это практически считается неофициальным гимном сейчас этой страны. Вот фрагмент этой песни я попрошу передать, а потом задам вопрос. Романтично повеяло почему-то 70-ми годами. Романтичный гимн гимн. И вопрос такой, да. Вопрос, в какой стране это все происходит на берегу Черного моря? В Румынии, в Болгарии или в Грузии? Вот тот, кто ответит, получит на следующий приз. А вот есть уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже знаете даже, да? Здравствуйте. Да. А как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Анатолий. В какой стране так хором поют эту прекрасную песню? Это поют в Болгарии. Совершенно правильно. Ответ правильный. Вы, Анатолий, такое ощущение участвовали. А вы сами не участвовали случайно? Нет, я просто с 61-го года рождения, поэтому я Юрай Хип знаю. Ну, мы с вами практически ровесники. Я тоже хорошо очень знаю. Эта песня такая, она не только в Болгарии очень популярна у нас. Да, да, она очень известна. А выбирайте приз. Ваше сейчас право выбрать приз за правильный ответ. Давайте билеты на ботанический сад. Билеты в ботанический сад. Отлично. Коммуническая встреча в ботаническом саду. Здорово. Почему нет? Тоже не романтики. Там же очень красиво сейчас. Отлично. Анатолий, не отключайтесь, да, пожалуйста, пообщайтесь еще с нашим редактором, она объяснит вам, где, собственно, билеты можно забрать. Я звукорежиссеру хочу спросить, нам еще разыграть один приз или на рекламу идем? Разыграем, да, еще? Я прошелся, как обычно, по дням рождения. Я тоже, безусловно. Я с тебя пример беру. Сегодня свой 87-й день рождения празднует замечательный Георгий Николаевич Данелия, который подарил нам множество, множество замечательных фильмов, которые мы раззербанили, в том числе... На цитаты. Так. На цитаты, да. Вот у меня вопрос сейчас будет, отец Рихман. Значит, вопрос на внимание будет. Вот я, собственно, узнал, да, про то, что 87 лет сегодня Георгий Николаевич, сразу же этот фильм вспомнился. Это музыка неповторимая, которая вот живет, кстати, автор музыки Гия Кончелли. Гия Кончелли. Давайте послушаем... Выдающийся. Прикоразный классический компонент. Давайте послушаем этот музыкальный фрагмент. Ваша задача дозвониться, назвать фильм. Я думала, у меня простые вопросы. Музыка, она символом каким-то уже стала, да, какой-то неуклюжести какой-то, не знаю, она активно используется во всевозможных постановках, да. Ну, что за фильм, где... Да, все, уже есть желающие. Внимательное слушание. Для какого фильма Данелия Кончелли написал эту музыку? Алло. Алло. Да, добрый день, как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр. Ну, вот Татьяна Сергеевна тоже там проговорилась на заднем плане. Итак, фильм. Чем-то да. Чем-то да. Конечно. Честно признаться... Я думаю, даже если бы я не произнесла... Да, я думаю, тоже. Я думаю, такая музыка узнали бы все. Честно признаться, один из тех фильмов Данелия, которые я периодически пересматриваю так раз в год, в два, в три. Чтобы не отрываться от реальности. Возвращаешься к нему. От нереальной реальности. Кстати, картина 1986 года, так что она не слишком уж такая пожилая по сравнению с другими творениями Данелия. Ну, если она еще не устаревает. Да, она не устаревает. Как, кстати, и другие его фильмы. Что хотите получить в качестве приза? А вы знаете, я прослушал список призов. Ну, вот пойдете на дни киноромантики в Вятский художественный музей? Сразу. А почему бы нет? Отлично. Отлично. Будем счастливы вас видеть. Не кладите трубочку, вам объяснят, как получить пригласительный билет. Ну, и теперь реклама. Реклама, а потом мы вернемся. Полтора минуты, да. Культ поход. Культ поход снова с вами. И с нами по-прежнему директор Вятского художественного музея Татьяна Мазур. Чуть ранее Татьяна Сергеевна анонсировала все еще мероприятия, которые в рамках Дня романтики. Напоминаем, что все еще можно успеть посетить дни киноромантики в выставочном зале. Да, буквально сегодня, вот через полтора часа, в два часа дня начнется бесплатные показы, да? Советское кино 30-х и 40-х сегодня. И встреча с Великим Немым, где в качестве бонуса к фильму идет замечательная выставка. Мир фэнтези. Правильно. Ну и завтра, еще раз напомним, в мраморном здании. Нет. Нет, завтра в выставочном здании фантазийное кино и концерт в 18 часов дуэта Two of Jazz. А 27-го мы приглашаем в мраморное здание в 13 в объективе Воснецова с лекцией и специально показанным фильмом, снятым Русским музеем. И также Русский музей будет представлен фильмом «Русский авангард. Роман с революцией в 18.30». Это будет своеобразно. Вечер, ночь, кино с чашечкой кофе. Вот так вот. Перед тем, как Татяна Сергеевна задаст следующий вопрос, мы напомним, что же у нас еще в розыгрыше-то есть. У нас есть еще пригласительный на одни киноромантики, да? Один пригласительный на одни киноромантики. Сразу просто назову еще. Пригласительный бед отдельно на выставку Мир фэнтези. Она не привязана к конкретной дате. То есть можно прийти и посмотреть. Театр на Спасской. Пригласительный на двух человек на один из спектаклей. Такой сюрприз. У нас еще осталась прекрасная книга. Я просто любуюсь ей так специфически классно оформлен. Дресс-код. Это «Голая правда о моде», беспощадная умная книга, вскрывающая механизмы, которые управляют обществом потребления. 12+. Галерия «Прогресса» Денис Ермак. Как надо выставка. Далее. Да, «Гауди». У нас концерт сегодня в 8 часов группа «Эль Танго». И завтра 8 «Богданки» и «Яшка». Такой интересный очень музыкант. Там и джаз, и еврейские шансоны, и песни в Артинске. Нереальная реальность у нас еще есть, да? Да, нереальная реальность. Выставка. Прекрасная выставка, очень красивый пригласительный билет. Ну и что у нас еще осталось? По-моему, уже все назвали, да? В общем-то, немало еще осталось. В общем-то, еще немало. И в случае с того времени у нас осталось всего-то 10 минут. Итак, Татьяна Сергеевна, ждем вопросы. Ваши следующие вопросы. И тогда мой вопрос, как еще дорогие зрители, сразу говорю, что слушатели, что это несложные вопросы. Но я думаю, что все Чарли Чаплина знают в образе бродяги. Мой вопрос заключается в том, а когда этот образ был все-таки впервые Чаплиным воспроизведен на экране? Варианты ответы в 1914 году, в 1917, в 1920 годах. В каком году бродяга появился? Судьбу проклиная. Проклиная. Я не думаю, что Чарльз Спенсер Чаплин проклинил свою судьбу, потому что так интересно этот образ у него возник. Да, и я думаю, что даже те фильмы, где этот образ появился, они, в общем-то, звучат так очень интересно. До сих пор. Ну, мы прочитаем, да. И мы назовем тому, кто победил. Кстати, долгую жизнь прожил Сэр Чаплин. Почти 90 лет. Ну что, у нас есть желающие ответить? Когда же появился у нас впервые на экране бродяга? Здравствуйте. Здравствуйте. Это Надежда, видимо. Ну, я думаю, год, наверное, 17-й. Вы думаете, 17-й? Ну, да. Так, подождите, это Светлана или Надежда? Да-да, Светлана. Светлана, простите. Светлана, да. 17-й нет. Давайте еще один вариант. 17-й нет. Ну, тогда 14-й. Ну, тогда все правильно. 14-го, со второго раза. Начало Первой мировой? Да. Дело в том, что Первая мировая далеко от этих мест начиналась. Она была в Европе, он тогда работал в Америке. Надо сейчас спросить, прежде всего, куда Светлана хотела бы пойти или что выбрать из призов? Голая правда о моде. Конечно. Голая правда о моде. Голая правда о моде. Голая правда о моде. Отличная, красивая книга и с очень интересным содержанием. Светлана, у вас там библиотека, благодаря культ походу, потихоньку собирается, да мы понимаем? Ну, да, я рада. Да. Так толстый, кому было бы не рада. Книжки выигрывается. Не гладите, пожалуйста, трубку. Еще раз с нашим редактором пообщайтесь. Напомнит она вам о том, куда прийти за этой книгой. Далее от Николая Голикова вопрос. Сразу попрошу музыкальный фрагмент. Звучит один из самых известных хитов группы Юра и Хип, но дело в том, что звучит он в другом исполнении. Это не Юра и Хип. Это не Юра и Хип. Кен Хэнсли присутствует на этой записи. Дело в том, что в 2004 году он сделал такой интересный шаг. Он записал свои лучшие песни с коллективом музыкантов не из англоязычной страны, скажем так, а из славянской. Ух ты. Вот. Что послужило? С прекрасными музыкантами. Вот он решил просто, он любит эту страну, он решил, что он с ее музыкантами запишет свои самые знаменитые вещи. Вопрос опять же на знание географии. Это были музыканты из России? Это были музыканты из Белоруссии? Или это были музыканты из Украины? 2004 год, Кен Хэнсли. Альбом назывался «Дневник волшебника». Не просто Словения, а восточные Словения. Ну да. Все братья. Белоруссия, Украина, Львовсия. Что есть уже звонок? Как быстро отвечает. Здравствуйте. Ой, убавляйте, пожалуйста, радиоприемник. Да, чтобы вас было лучше слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Елена. Елена. Да какие же музыканты помогали Кен Хэнсли записывать альбом «Дневник волшебника»? Белоруссия. Ответ неверный. У вас еще один маленький с осталось «Россия» и «Украина». Правильно, конечно. Конечно, прекрасные российские музыканты. У меня даже есть их фамилия. Они все из прекрасных совершенно групп. Они с ним великолепно поработали. А кто? Из каких групп? Из Шатуновски. Он играл в «Динамике». Он играл в «Леситале» с Аллой Пугачевой. Там Асташов. Неприкасаемые, пожалуйста. Или там Кожин. Лига блюза. Там мастер. Где только они были. Ребята великолепные с ним собрались. Они отработали прекрасно. Он был очень доволен. Вы правильно ответили. Какой вы хотели бы приз получить? Елена. На Спасскую. На Спасскую. На неизвестный спектакль. Театр на Спасской. Сюрприз от Спасской. Спектакль-сюрприз. Не кладите трубочку. Объяснят, как с вами свяжутся из театра на Спасской. Далее я задам вопрос. И мы еще собираемся сегодня сделать звонок руководителю галереи «Прогресса» Дмитрию Шиляеву, чтобы он анонсировал свои мероприятия. Да, я предупрежу об этом еще нашего редактора. Итак, вопрос. Еще один сейчас фрагмент прозвучит из фильма. В связи с чем? В связи с тем, что сегодня 87 лет исполняется не только Георгию Николаевичу Данелли, но еще и сэру Томасу Шону Коннери. Тоже 87 лет. Я сегодня загадал фильм, не подумайте, не Джеймс Бонн. Сегодня будет другой фильм. Тоже, кстати, 1986 года. Сейчас небольшой отрывочек там прозвучит. Но ты должен скрывать свой дар, Маклауд, и держать в узде свою силу до часа великого сбора. Когда нас останется немного, мы почувствуем непреодолимую тягу к далекой земле для битвы за награду. Не теряй самообладание. Лишишься головы, тебе конец. Понятно уже, да, о чем мы речили? Это, по-моему, понятно было с первой фразы. С первой фразой. Маклауд. Не только я, правда. Мы сейчас все-таки пару минуток пообщаемся с Дмитрием Шелеевым, руководителем Центра современного искусства Галереи Прогресса, а потом уже будем ждать звонка правильного ответа на эти вопросы. Дмитрий, добрый день. Добрый день, Владимир. Добрый день. Николай Голиков, Владимир Смитани, Татьяна Сергеевна Мазур сегодня у нас в гостях. Мы раскрыли уже те мероприятия, которые в рамках Дней Романтики проходят в Вятском художественном музее. Хотим знать информацию от Галереи Прогресса. Мы вот тут с удивлением узнали, что четвертый фестиваль активистского документального кино делает фильм продлен. Хотим знать подробности, Дмитрий. Да, там мы очень с нетерпением ждали, чтобы нам подтвердили еще несколько фильмов. И нам, естественно, как бы запрашивали, подтвердили еще два фильма, потому что каждый фильм обладает авторскими правами, и нужно было получить согласие. Мы его получили, и это прекрасно. Какие фильмы когда будут показаны? Значит, 31 августа мы будем показывать фильм «Референдум и сопротивление Западной Сахаре», год создания 2015-й. Могу коротко сказать о фильме. Это с 91-го года народ Западной Сахар ждет референдума, который должен дать их государственной независимость. Терпеливые. Ну да, но есть маленькое уточнение, что фильм молодого режиссера и Ару Ли дают голос этому поколению, молодому, и запечатлевает хроники жизни при авторсионном режиме. И они, собственно, художники, активисты предлагают новый формат метода ненасильственного сопротивления. И второй фильм, Дмитрий, Дим? Второй, это будет уже 7 сентября. Фильм называется... Он вообще очень долгожданный, потому что мы очень любим стрит-арты и граффити, но мы всегда за глубину смыслов. Поэтому вот этот фильм как раз поможет киевским художникам немножко пересмыслить то, что они делают. Он называется «Мегуника», автор Лоренцо Фонда Италии. Фильм снят в 2008 году. Про что фильм? То есть «Мегуника» — это Мексика, Гбутемала, Никарагула, Коста-Рика и Аргентина — пять стран Южной Америки, по которым путешествует режиссер Лоренцо Фонда совместно с уличным художником Блю с целью документации его рабочего процесса. Параллельно показывает, какое влияние на его искусство оказывает мелодиамиканская культура. Дмитрий, еще несколько слов. Мы знаем, что «Ночь кино» планируется в галерее «Прогресс». Да, мы всегда поддерживаем русское искусство, актуальное и современное. Нам это особо приятно делать. Да, «Ночь кино» пройдет в этом году второй раз. В том году мы тоже участвовали. 27 августа в 8.00 из 15 кинолент победили фильмы «Время новых», «Кухня», «Последняя битва» и «28 панфилосов» для детской программы «Мультик «Снежная королева» «Огонь и лед». Вход свободный с 20.00, все эти фильмы мы покажем. В воскресенье, 20.00, 27.00. Отлично, в «Ночь кино», 20.00, начало первого фильма. Дмитрий, спасибо, у нас просто уже совсем немного времени остается. Огромное спасибо, значит, вы поняли все, что будет происходить в галерее «Прогресса». А теперь ждем звонок. Ждем звонок, правильный ответ на мой вопрос. С участием Шона Коннери, фрагмент из которого прозвучал у нас в эфире. Про Маклауда. Могу под там слоган этого фильма «Остаться должен только один». Я вчера чуть-чуть пересмотрел этот фильм, когда готовился к вопросу. Господи, вот там вот эти наивные уже по современным верхам голливудские эффекты. Сейчас-то, конечно, все изменится. Тогда воспринималось-то как. Сейчас с улыбкой уже немножко. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? А, Андрей Жигалин, мы узнаем вас. Да, я вернусь. С возвращением. Спасибо. Слово, одно лишь слово вам остается. Горец. Горец. Главную роль сыграл Кристофер Ламберт, собственно, самого горца. Да, Шон Коннери там сыграл учителя, наставника. Он, кстати, там трагично кончил, его там убили. Ну что делать? Андрей, какой приз будете выбирать? А вот на ночь, не на ночь кино, а вот на кинороматике. На кинороматике. Очень рады будем видеть вас. Есть у нас еще пригласительные, да. Это на сегодня или на завтра? Это или на сегодня, или на завтра в удобное для вас время эти пригласительные. На две персоны. Ага, ну давайте. Давайте, не кладите, Андрей, трубочку, пожалуйста. К вам расскажут, как получить эту пригласилку. На этом завершается программа Культпоход. Время завершается. Да, кстати, может, пару слов-то успеем сказать про детский центр, да? Да, я хотела сразу же сказать дорогим родителям, воспользоваться этим случаем, что до конца августа мы принимаем в наш учебный центр, в детский центр развития музейный. По средам, пятницам с 10 до 17 ждем вас на запись. И в четверг с 12 до 19.30. Что это? Это замечательная возможность вашему ребенку творить, выдумывать, как говорится, пробовать. А для них, самое главное, наши музейные акции будут и льготными, и бесплатными. А самое главное, мы уже сейчас готовим праздник совместного центра для бабушек и дедушек. И для них будет приготовлена специальная презентация новой детской книжки. Это пока сюрприз и секрет. Но дети наши отличаются тем, что они действительно не зашорены вот какими-то заданиями и прочее. Они творят. Поэтому наши выставки такие замечательные. И их с удовольствием берут на выставки международные. И вот, в частности, здесь только что побывал директор музея Абрамцева на наших воснецовских мероприятиях. И родилась такая тема. Проводить детские пленеры на их площадке. Кстати, для центра. В центр у нас берут с 4 до 14 лет. Так что, дорогие бабушки, мамы, папы, бегом в музей. Еще немножко есть место. Куда, собственно, направляться? В раморное здание. В раморное здание. В раморное здание. Перекресток Карла Маркса улицы Спаской. Ждем вас. Спасибо. Успехов больших. Татьяна Сергеевна Мазур. Спасибо вам. Директор Вятского художественного музея имени Воснецовых. На этом культпоход завершается. Я не прощаюсь. Вернусь в программе, сделанной в Вятке через 20 минут. А я вернусь в понедельник. Отлично. Культпоход.